Вначале хочу представиться. Меня зовут Анна Николаевна Протодьяканова, методист Малой Академии Наук. Я сегодня модератор данного мероприятия. Хочу немножко рассказать, как Малая Академия Наук стала организатором данного проекта, то есть программы всероссийской, серию следа начнет свой проект. В 2017 году подписано соглашение о сотрудничестве с образовательным фондом «Талант и успех». Данный фонд находится в городе Сочи. И, значит, с 2017 года на базе Малой Академии Наук Республики Саха-Якутия создан региональный центр выявления и поддержки талантливой молодежи, то есть одаренных детей Республики Саха-Якутия. МАН совместно с образовательным центром «Сириус», то есть с образовательным фондом «Талант и успех» проводит в регионе различные всероссийские научные конкурсы и образовательные программы, в том числе образовательную программу «Сириус. Лето. Начти свой проект». Меня слышно хорошо, да? Да, хорошо слышно. Ага, и слайд тоже, да, виден, да? Хорошо. Пока на первой странице. И программа «Сириус. Лето. Начни свой проект», значит, появилась программа в рамках концепции умного отдыха, заявленной на совещание у президента России Владимира Владимировича Путина в 2020 году, 21 мая. И, как вы уже, наверное, знаете, да, программа направлена на то, чтобы школьники смогли найти задачу для проектной работы, связанную именно с актуальными, да, с актуальными современными проблемами науки, технологии, бизнеса, да, а также наставника из числа студентов вузов, высших учебных заведений, да, который поможет разобраться в задаче и, значит, будет сопровождать школьников в течение всего года, учебного года, да. Ну, здесь вы на слайде видите, так, цели, да, цель данной программы, да, ну и, как я уже сказала, главным организатором данной программы является образовательный фонд «Талант и успех» при поддержке Министерства науки и просвещения, да, то есть высшего образования Российской Федерации, да, а организатором в Республике Саха-Якутия является Малая Академия наук Республики Саха-Якутия. В данной программе могут принимать участие обучающиеся 6-11 классов, да, и наставниками-чутерами могут быть студенты старших курсов, магистранты, аспиранты. Ну и форма проведения – это дистанционно-очная форма, да. Так, и еще, значит, ага, ну здесь вы на слайде видите механизм программы, да, в данной программе у нас основных 3 участника – это партнер, студент-наставник, и, конечно же, самый главный участник – это школьник, да, и чем же они будут заниматься, да, то есть кем они являются. Партнерами программы могут выступать, значит, индустриальные компании, да, научные институты, образовательные учреждения и органы власти, и, значит, партнер вносит проектную задачу в систему Sirius Online, да, и проходит экспертизу. Если получает одобрение, то появляется в списке проектных задач, проектных задач, да, и проектные задачи, ага, и становится доступным для выбора наставниками и участниками, да. Также здесь участвует студент и наставник, да, наставник, и, значит, наставниками могут стать студенты, как я уже сказала, да, высших учебных заведений, старшие курсы, магистранты и аспиранты, в программе наставники работают с командой школьников на реализации выбранной задачи, да, проводят встречи в очном или дистанционном формате, да, так как у нас формат проведения мероприятия очно-дистанционное, так, и помогают готовиться к выступлениям на отчетных мероприятиях. Так, наставники формируют проектную команду, да, в команде могут быть, значит, от не более шести участников, наставник, функция наставник, да, отбирает участника по приложенным мотивационным письмам, также по согласованию с партнером наставники могут провести для школьников собеседование. Ну и, конечно же, это главный участник программы, это школьник, это вы, ребята, да, школьник, чтобы принять участие в данной программе, обязательно проходит регистрацию, да, регистрацию в системе и подает, после регистрации обязательно подает заявку на участие. Некоторые участники думают, мы прошли регистрацию, значит, подали заявку. Нет, вы сперва проходите регистрацию, потом должны подать заявку на участие. После того, как ваша заявка будет одобрена, вы выбираете проектную задачу. И проекты, чтобы выбрать, да, проекты можно отфильтровать по предметам, да, по направлениям, по типу, да, например, инженерный или исследовательский, да, по названию, по партнерам, да, по региону реализации, а также выбрать проект, связанный с тематикой искусственного интеллекта. Вы можете подробно ознакомиться с проектной задачей в деталях. После этого выбираете, то есть, проект, и можете подробно ознакомиться с проектом. Условия, да, участия там будут указаны, какие требования и так далее. Если задача, да, кажется вам интересной, то вам нужно написать мотивационное письмо. Это обязательно, да, пишите в свободном формате и прикрепляйте вместе с заявкой в формате PDF. Так, то есть, что такое мотивационное письмо, да, на сайте программы, вы можете там посмотреть, да, мотивационное письмо, да, это участник, да, школьник пишет о себе, да, то есть, почему он выбрал именно эту проектную задачу, да, имеет какие навыки и достижения. Примерно так. Ага. Ну и, значит, более подробную инструкцию, да, как написать мотивационное письмо, вы можете посмотреть на сайте программы. Так, после чего вы сможете, так, предложить свою кандидатуру в качестве участника, да, и подать заявку. Наставник смотрит ваше именно мотивационное письмо, да, если наставник одобрит вашу кандидатуру, да, но прежде чем, конечно же, да, выбрать вас, он обязательно посмотрит ваше мотивационное письмо, да, и если вы, например, да, понравитесь наставнику, он может вас выбрать. Если наставник одобрит вашу кандидатуру, да, то вы становитесь участником, да, участником проектной команды. Ага. Если ваша кандидатура будет отклонена наставником, да, такое тоже может быть, вы не расстраиваетесь и можете выбрать другого наставника в выбранном проекте. То есть в одном проекте могут быть несколько наставников, вы можете выбрать другого наставника. Или же другой проект, другой проект, да. И, но обращаем ваше внимание, да, что школьник может выбрать только один проект. Один проект, да. Значит, ну и может, так, какую же функцию, да, выполняет Малая Академия Наук, да. Малая Академия Наук решает организационные вопросы и вопросы координации, да, взаимодействия участников программы в течение всего, всей программы. Ага. И организует, например, встречи участников, да, например, на базе высшего учебного заведения, регионального центра, да, то есть на базе Малой Академии Наук, да, в течение проведения программы. Ну и по возможности организует, да, отчетные мероприятия, да, ну и, конечно же, в конце программы заключительное мероприятие. То есть он решает организационные вопросы и вопросы координации, взаимодействия всех участников программы. Здесь вы видите на слайде регламент участия, да, Ну, регистрация участников, выбор проектов задач у нас идет до 22 октября, да. Вы должны пройти регистрацию и выбрать проектную задачу до 22 октября. Так, дальше. Проведение установочных мероприятий, ну, это как бы подготовительный этап, да, с 23 октября по 4 ноября 2023 года. То есть здесь у нас идет знакомство с командой, да, с проектной задачей, сбор и изучение информации, пошаговое планирование работы и так далее, да. Ну, это как бы подготовительный этап. Так, дальше. Самый основной этап – это работа над решением проектных задач, да, с 5 ноября по 30 апреля 2024 года. Это, конечно же, выполнение, да, запланированных каких-то технологических операций, да, сбор и изучение материала, там, написание проектной работы и так далее, да. И, значит, следующий шаг – это проведение промежуточных, да, отчетных мероприятий. Это у нас проводится с 15 января по 15 февраля 2024 года, да. И следующий этап – это проведение итоговых отчетных мероприятий. То есть это у нас будет заключительный этап, да, с 1 по 31 мая 2024 года. То есть здесь будет у вас оформление итоговых результатов работы, да, подготовка презентационных материалов, защита проектов. Ну, участие, да, в данной программе имеет несколько преимуществ, да. Вот на слайде вы видите, да, и, ну, какие, да, хочу еще раз напомнить, какие функции будет выполнять школьник, да. Ну, и школьники со своей командой работают над разработкой научно-технологических, да, инженерных и исследовательских проектов по приоритетам стратегии научно-технологического развития России, да, критическим технологиям, развиваемым в каждом из субъектов Российской Федерации под руководством студента-наставника. Ну, и, конечно, знакомиться с работой, да, ведущих компаний и высших учебных заведений, да, также с проектом, над которым школьник работает со своей командой, да, он может подготовиться ко всероссийским и международным конкурсам, да, в том числе подать заявку на участие во всероссийском конкурсе научно-технологических проектов «Большие вызовы». Ну, участвует на встречах с наставниками и партнерами, да, ну, и в заключительном этапе школьник защищает свой, школьники, да, защищают свой проект перед экспертами и партнерами. Ну, примерно так. Спасибо.